ну раз сегодня такой у меня немножко будет технический влог что называется хвастаюсь вам еще одним подарком это еще не последний да подарком на новый год так получилось теперь у меня две хлебопечки дорогие друзья одну я вам показывала уже как-то своих вастушках черненькую хлебопечь и это тоже самые фирмы redmond но другая модель и другая марка вот мне честно говоря это даже понравилось больше устойчивая ну вот в таком корпусе нержавеющим да но все остальное в принципе точно также огромная масса программ хлеба я уже пекла вот такой французский хлеб сейчас ну тут естественно какие-то можно пищи приготавливать можно пекла вот ржаной хлеб мне очень нравится да и пекла французский ржаной хлеб овсяный вот дарницкий совершенно обычный как в магазине то есть программ тоже много по моему и здесь 25 как мульти пекарь еще поэтому знай знай до пеки и вот сейчас хочу поставить ржаной хлеб данном рецепте именно ржаного хлеба применяется солод я его заказываю солото он вот такой вот да очень пахнет коричневый порошочек пахнет таким квасом я его заказываю этот солод в балберис в озоне то есть он продается сейчас покажу вам в таких мешочках и вот я его заливаю кипятком для того чтобы он заварился ну это все как в рецепте он напухает ну и по запах запах в доме сразу хлебом вот смотрите какой ну а дальше все делал как по рецепту потому что многие спрашивают не удается такой хлеб солод вот такой так выглядит он даже во многих магазинах есть ржаной ферментирован для приготовления хлеба я вот его заказывала на балберис многие в прошлый раз просили показать как это делать но здесь строго как написано вот вода 330 миллилитров я чуть тепленько сделала две столовые ложки сахарного песка ложка тоже дается то есть вот такая соль вот маленькая ложкой мериться мед 25 грамм я кладу совсем маленько кладу вот у меня уже такой вот он видите какая консистенция меда не помню столовую ложку чтобы не было сладко вот последнее время мне не нравятся дрожжи сухие почему-то плохо сходят здесь дрожжи мне надо 2 чайные ложки вот чайные ложки именно те которые дается в наборе 2 чайные ложки теперь выливаю вот этот солод который заварился сюда все это в водичку все написано в инструкции это делать все очень-очень легко и просто да вот солод две столовые ложки растительного масла я вот уже примерно на глазок ну и добавляю 560 грамм муки разной муки здесь пшеничная мука цельнозерновая мука и ржаная мука так как хлеб ржаной хлеб ржаной никогда на чисто ржаной муки наверное и не печется потому что это мука в которой нет клейковины она не будет подниматься поэтому добавляется еще вот разная другая все как в рецепте цельнозерновая мука продается в магните и еще иногда ее покупаю в санкт-петербурге ваша не все ничего не надо мешать ничего не надо делать вот этот вот сам контейнер в котором выпекается ставлю нажимаю программу и через три часа хлеб готов процесс пошел вот дорогие друзья идет вымешивание пока замешивание потом растойка ну и так далее программ очки все написаны выбрала вес 1 килограмм средняя корочка и вот через три часа хлебушек будет готов ну вот дорогие друзья прошло три часа вот такая у меня здесь хлебная буханочка испеклась аромат на весь дом такой что 5 называется лучше не пеки потому что ну невозможно находиться просто щекочет ноздри говорят что хлеб нельзя смазывать сливочным маслом а я смазываю потому что очень люблю этот запах корочка станет мягкой при этом хрустящей всегда смазываю говорят что надо водой как-то ну не знаю дорогие друзья вот так читала так слышала но мой хлебушек вот именно так сейчас я его накрою пергаментной бумагой покрою полотенчиком и вот он так еще полотенчиком сверху вот накрою и он так будет отдыхать и в общем доготавливаться видите какой он корочка такая хрустящая румяный это еще корочка я выбираю средняя ну чтобы был не бледный очень душистый ароматный в этот раз делала без тмина без кориандра а можно конечно добавить еще вот такие специи тогда будет ну тогда просто вообще дома находиться невозможно ну и друзья дорогие хочу познакомить вас с чудо агрегат который называется автоклав мне его прислали любезно на обзор 18 литров потому что фирма написала что увидели мои заготовки заготовок я делаю много на канале до показываю вам всем у некоторые заготовки хороший рейтинг по просмотрам и вот такой автоклав для чего он нужен посмотрите домашние рецепты в автоклаве никогда я ничего не делала у других блогеров правда видела что можно сделать таком автоклаве домашний заготовщик да и вот здесь вот перечислены какие консервы можно сделать сами это мясные консервы мясо автомате баранина свинина тушеная гуляш можно закрыть до в банках печень там солянку с капустой сделать паштеты разные всякие разные почки верченные тогда кроличьи рагу плов ну конечно это не знаю нужно ли это сделать но во всяком случае консервы из мяса птицы свинины там и так далее и утки кто особенно это все есть свой домашний своя домашняя какая-то мясо да вот здесь можно рыбу кстати говоря с рыбой у нас есть возможность купить хорошую рыбу и овощные консервы в общем то можно в автоклаве делать эти заготовки меня конечно больше интересует овощные вот разные до грибы и овощные консервы вот в этой книжке все написано но мы имеем возможность купить и мясо если у меня получится куплю участника курицы можно закрыть их в банке ну и таким образом использовать заготовки вот как только появится возможность попробую что-нибудь сделать конечно такой агрегат посмотрев на эти такой сложный ничего борис разберется не подскажет ну то есть крышка вот с такими винтами видите какая крышка нержавейка такая тяжелая качественная не тонкая вот знаете как такого савдеповского такое ощущение что качество здесь написан интернет магазин телефон это о домашний заготовщик я думаю что вы у кого-то из блогеров видели вот видите и попробую вам что-нибудь показать хочется конечно пораньше сейчас нету ни овощей ни фруктов которые мы закрываем то есть баночки завинчивающимися крышками или там к винтовыми или какими-то другими закрываете ставите здесь нагоняется что-то там такое давление ну по типу как скороварка да и все не надо вот стерилизовать это все в этом автоклаве уже закрытыми крышками потом вынимаем и все и консервы хранятся очень долго как здесь написано вот в этой книжке еще там одна книжечка да вот написано сколько в литровых банках пол литровых банках и так далее в общем вот такие у меня сегодня всякие разные технические штуки есть еще больше пополняется моя это коллекция разных приборов но я думаю у каждой хозяйки есть такие приборы которые помогают нам в общем вот так в общем-то кормить свою семью поить свою семью быть здоровыми и так далее и тому подобное дорогие друзья паспорт на автоклав тоже есть посмотрите здесь общее описание устройства вот изделия все расписанное конечно технически ничего в особо не понимаю но я думаю что борисович все изучит мне даст полную инструкцию как с этим работать но тут написано да и все буду делать вот смотрите вот что нельзя мыть что можно как это все делать что такое манометры все 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 гарантия написано да если почитать и техника безопасности которые тоже нужно соблюдать так что дорогие друзья вот такая у меня теперь штука есть ну товарная накладная еще есть стоит этот автоклав не дешево конечно 15 тысяч рублей но тот кто выращивает еще раз говорю птицу своего того кого есть мясо свое я знаю что пользуются такими штуками нас городе есть люди даже делают сами вот такие ну а здесь фабричное производство все очень классно и замечательно ну как только появится возможность еще раз говорю обязательно что-нибудь испробую мало ли кому нужно потому что у многих сейчас есть кто-то выращивает кур кто-то выращивает кроликов и так далее я обязательно ссылочку на этот автоклав сделаю вам в описании посмотрите сами там есть и большего объема ну мне не надо конечно большего объема ну посмотрите может быть кому надо и выберите а тот кто пользовался напишите пожалуйста дорогие друзья посоветуйте какие-нибудь рецепты как это в быту все это происходит легко ли тяжело ли вообще конечно когда люди делятся рецептами это очень классно так что буду ждать от вас вот какого-нибудь такого рецепта совета и вашей рекомендации сегодня у меня дорогие друзья интереснейшее событие сначала думала можно ли это показывать или нельзя это показывать в общем сегодня борисыч мне торжественно поручил разлив нашего горячительного напитка то есть книга самодельного вот в таких что называется объемов ну речь о том что мы как-то по как сказать по увидели попробовали самодельный коньяк и у брата александра борисович которого к сожалению вот скоро год с нами уже нет и купили вот такую бочку бочка видите как в бандарной лавке заказали по интернету дубовую бочку на 5 литров ну бочонок не бочка уж конечно и по рецепту евгения борисыча затарили эту бочку самогоном хорошего качества в общем нашли такой самогон настояли его на кедровых орешках просто не знаешь даже можно ли такие вещи показывать в интернете кто-то скажет ведь найдутся люди которые конечно все это неадекватно преподнесут но мало ли кому интересно бочка дубовая мы подготовили все как нам дали инструкцию и вот залили самогоном вот первый самогон мы залили 1 июля 21 года торговая марка называется сэма дуб сэма это самогон ну так в общем то в тверской области моя мама называет самогонку сэма поэтому сэма дуб потому что из дубовой бочки вот получилась у нас такая торговая марка мы давно ну так называем такой напиток не все его могут употреблять например борисыч вообще не пьет никогда самогон он не любит ну вот смотрите что получилось это уже получается ну по типу коньяка вот по запаху цвету по аромату я вам честно говорю очень похож на коньяк кто любит коньяк ну потому что у меня например муж борисыч он не пьет самогонку и не пьет коньяк виски для него вот эти напитки не вкусные кто-то будет спрашивать что он не пьет нет он любит хорошую водку ну как любит я имею ввиду если он пьет то он пьет водку вот а я например очень люблю коньяк немножко в нем разбираюсь ну потому что меня балуют хорошим коньяком но в этих бочках происходит какое-то чудо этот напиток ну в общем-то по вкусу если его смаковать вот сидеть то он очень похож на хороший коньяк вот с этой бочки но видите нам досталась старая бочка так как вот говорю вот уже скоро не будет с нами евгения борисыча в память него нам досталась вторая бочка теперь нас две бочки и мы вот залили две бочки в конце июля пять месяцев они стоят самогоном из пяти литров вот пять литров мы залили вот я сейчас с одной слила только три литра вот напитка сейчас вам потом стопочку налью на в рюмочку покажу и сейчас посмотрю сколько еще сольется ну вот и слила ну может быть тут даже меньше литра то есть где-то с пяти литров полтора литра уходит в общем куда-то испаряется вот такой получается выхлоп сейчас эту бочку все освободила ее теперь нужно подготовить нам мыть продезинфицировать это тоже все специально делается я уже как-то теперь умею это делать если уж интересно такие видео то конечно пишите я расскажу все поподробнее просто даже не знала думаю знаете как решат люди может быть плохо что-нибудь решат ну одним словом вот пожалуйста это и на подарки уходит честно говоря очень хорошо потому что ну экологически можно сказать чистый напиток самогон был двойной перегонки самогон был выставлен на активированном угле погашены все лимонной кислотой там все сивушные масла то есть такой достаточно качественный самогон ну вот из одной бочки столько вылила сейчас посмотрю сколько из 2 получится ну вот закончила я разливать посмотрите дорогие друзья какого прекрасного цвета мой напиток вот просто янтарь вот такой насыщенный янтарь ну запаха кто понимает о чем говорю самогонки здесь совершенно нет а именно запах дубильных веществ от духов от дубовой бочки и знаете получается еще какой-то немножко такой вот аромат вот мне почему-то в прошлый раз показался сейчас как будто чуть-чуть ванильный такой аромат откуда он берется не понимаю держать в этих бочках долго тоже не рекомендуется лучше уже разлить процедить и держать это ну в бутылках одним словом слюни потекли пробовать нельзя будь здоров фунтик потому что надо идти снова чистить снег и так ежедневно поэтому дождусь хорошей компании и пригублю попробую этот прекрасный напиток у меня давление крайне низкая поэтому коньячок не хорошо вот посмотрите думается это ж не коньяк самогон ну вот кто понимает посмотрите какие получаются подтеки вот это говорит о том что напиток хороший вот смотрите видите я провожу и на фужере видны вот такие разводы в общем вот такая друзья дорогие у меня сегодня ответственная работа сейчас разолью вот по каким-то по какой-то таре по бутылочкам кому в подарок и будет еще выдерживаться и выстаиваться вот у нас июльский разлив еще есть в подвале выставить в общем будем так каждый год по одной бутылке оставлять и смотреть как будет сей напиток выглядеть ну во всяком случае натур продукт а еще дорогие друзья у меня появился вот такой массажер дети подарили на новый год вот смотрите то есть он одевается ну на спину вот сюда руки продеваем а это вот на спине и включается и вот посмотрите там работают вот такие штуки которые хорошо достаточно активно и сильно разминают спину но естественно положение можно менять то есть если верхнюю зону где плечи потом ниже поясницу и так далее он еще меняет направление смотрите в одну сторону сейчас в другую сторону видите как они крутятся и еще подогрев то есть будет еще эти штучки нагреваются если включить вот здесь подогрев и будут они такие горячие как бы с разогревающим эффектом честно говоря для меня например неженки это честно я массаж не могу когда сильно мне всегда больно поэтому мне кажется что это очень сильно ну то есть и вот так вот я тихонечко минут 15 там по пять минут каждую зону спину свою и массирую видите как сильно работают честно говоря не знаю сколько это стоит они не говорят мне ну где заказали где-то в интернет-магазине ну я думаю что есть такие вот приятная такая кожзам приятный и все нормально то есть вот сюда руки продеваешь вот так вот когда на руки и тем самым делаешь и натяжку на спине и спускаешь на те зоны которые необходимо промассировать то есть еще вот такая штука появилась для здоровья